Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет обзор набора юного волшебника. Поэтому заваривайте чаек, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем! Приступаем к распаковке, и ну и давайте посмотрим, что же находится внутри. Пара-папам-папам! Вот в такой коробке ко мне пришел, приехал, приплыл, прилетел. Тот самый набор, который включает в себя 50 лучших фокусов для начинающего волшебника. И, конечно, по первому впечатлению, мне с нетерпением хочется вскрыть эту коробку и посмотреть, что же находится там внутри. Согласитесь, что красиво упаковано, и это будет классный подарок для любого ребенка, который мечтает научиться показывать фокусы. Также в коробке еще можно найти вот такой вот подарок. Пока непонятно, что это, но мы обязательно его вскроем и посмотрим, что же это такое. И еще вот такой вот купончик на 150 рублей. Если, я так понимаю, вы оставите комментарий, и вам вернут на телефон какой-то кэшбэк. Совсем забыл сказать, что создателями этого набора являются настоящие фокусники. Одного из них зовут Руслан Таранюк, он из Новосибирска, и Илья Коржов, он из города Тулы. Поэтому по всем вопросам вы можете с ними связываться, если у вас есть какие-то там пожелания, либо, не знаю, рекомендации. Можете звонить, им они оставили свои контактные телефоны на коробке. Хочу заметить, что это мой второй набор в моей жизни. Первый набор у меня был в моем раннем детстве, когда Крестный мне подарил набор. Но там не было, конечно, такого большого количества фокусов. Но тем не менее, я всегда радовался. И каждый раз, когда мне кто-то приходил в гости, к нам приходил в гости, я брал фокус из этого набора и удивлял. Ну, прям, конечно же, такой бы набор меня бы в детстве очень сильно обрадовал. Ну что, давайте вскроем. Итак, первое, что нас встречает, это подкрышка QR-код на онлайн-обучение фокусам, которые находятся внутри. Бумажный буклет, также с инструкциями и изображениями, фотографиями, как работают какие-то определенные фокусы, трюки. Я, честно, пока не очень понимаю, что здесь к чему, потому что каждый набор нужно изучать вместе с реквизитом. Далее, что я вижу, это куча различного реквизита, которое лежит и упаковано в разных отсеках. Давайте разбираться, что здесь к чему. Итак, первое, что нам попадается в руки, это фокус исчезновения платка в пустых руках. Я считаю, это один из самых культовых фокусов за историю магии. Поэтому то, что он находится в наборе, это уже очень и очень круто. Итак, следующее, что мне попадается в руки, это вот такой пакетик, в котором лежат какие-то платки. Пока мне сейчас непонятно, что это такое, но давайте я сейчас попробую распаковать и посмотрим с вами, что же это такое. Так. А, все, я понял. Это платки, которые меняют свой цвет. Одним взмахом руки проводим, и вот таким образом меняются они цветом. Ну, вообще, то есть для... Как открывающий фокус, представление, по-моему, очень-очень клево. Итак, следующее, что я вижу, это поролоновые сердечки. Это очень классный фокус, который требует потренировать ловкость рук. Выглядит примерно это вот так. Так, вы кладете одно сердечко, оно перемещается в другую руку, и в конце вы можете сделать так, чтобы все сердечки исчезли, и появилось вот такое большое поролоновое сердце. Очень классный реквизит. Рекомендую к изучению, потому что этот фокус действительно заслуживает внимания и тренировок. Так, ну и дальше. Вот сейчас мне непонятно, что это такое, потому что я впервые вижу вот такое сочетание какой-то коробочки, кубика, веревки. Может быть, это фокус, либо, может быть, какие-то аксессуары. Но это все в дальнейшем я буду разбираться, смотреть. Вот, вот еще один очень классный, крутой, культовый для меня прям фокус из детства. Фокус со стаканчиками и тремя шариками. Прям вот в детстве я обожал этот фокус показывать. Прям я очень рад, что он находится прям в наборе. Вы его полюбите. Вот этот вот фокус тоже очень-очень визуальный. Это когда вот большой кубик превращается после встряски в маленькие кубики. Очень классно. В детстве у меня такого не было. Итак, дальше, что у нас тут есть? У нас есть еще вот такой вот тоже фокус интересный, который требует прям хорошей подачи. Он несложный в исполнении, но прям вот требует прям потренировать его, именно показывать для зрителя очень интересно. Это исчезновение и появление шарика вот в такой вот вазочке. Далее мы находим вот такую вот фишку. Пока я не понимаю, для чего она нужна. Возможно, для различных манипуляций. А может быть, ребята приготовили для вас какой-то сюрприз и научат с этой фишкой показывать какие-то свои интересные заготовочки. Так, вот эти вот карточки мне тоже очень знакомы. И они у меня были в моем наборе фокусов в детстве. Смысл в том, что зритель запоминает, представляет какое-то число. И фокусник демонстрирует карточки с вопросами, есть ли там число, которое он задумал на этих карточках. И, в общем, то есть фишка в том, что фокусник все равно угадывает, какое число загадал зритель. То есть очень визуально, интересно и непонятно. Так, вот с картами нужно разбираться, потому что с картами огромное количество фокусов. И нужно смотреть конкретно, что эти карты несут в себе и какую информацию. Возможно, эти карты нужны для того, чтобы балансировать на руке. Но в любом случае нужно все равно смотреть обучение. Как говорится, без полтора литра лимонада не разберешься. А вот этот фокус, мне кажется, знакомый. Я сейчас уточню момент. Так, 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 так. Да, точно, это фокус очень классный. Две карты Монти называется, если не ошибаюсь. Это когда вы убираете за спину одну карту и просите зрителя назвать, какая карта у вас осталась в руке. Вот. Ну и, в общем-то, зритель сколько раз бы не называл карту, он всегда будет ошибаться. Это очень классный, визуальный, простой фокус, который советую изучить. Так, ну что ж, остается не так много реквизита. И следующее, что я нахожу, это самый обычный воздушный шарик. Я не понимаю пока для чего он, потому что наверняка все есть в инструкции. И вот следующее, что мне попадается в руки, это мини-иллюзионный аппарат по разрезанию и восстановлению. Шнурка, либо веревки. Так, это у нас что? Какие-то крапки. Честно, я пока даже не понимаю, о чем идет речь, что с ними делать. Нужно все опять же смотреть и изучать. Дальше что мне попадается? Это вот такая вот купюра с двумя скрепками. Иллюзия заключается в том, что, ну, фокус даже сам заключается в том, что нужно соединить скрепки на купюре. Это делается очень легко и быстро. Одним движением руки, как говорится, мы берем и... Та-дам! Соединяем наши скрепки, которые сейчас улетают. Это я не понимаю для чего купюра нужна. Опять же, очень много всего, то есть нужно разбираться. Ну что ж, в коробке из реквизита это все. Остальные фокусы, которые вы научитесь делать, это будет уже в другом формате. Это будет в онлайн-обучении, которое ребята записали для вас специально. Помимо этих фокусов, то есть вы сможете уже научиться еще другие какие-то фокусы делать. Вот такой, кстати, бонус. Мне очень интересно, что же находится внутри. Давайте сейчас откроем и посмотрим, что же это за подарок. Чем нас порадует вот такой вот сюрприз, подарок. Посмотрим. Пара-па-вам-па-пам! А это у нас не что иное. Это неоновые палочки, которые нужно сперва надломить, а потом надеть на запястье. И ходить в темное время суток, освещать ими города, села. Ну а прямо сейчас я покажу вам демонстрацию некоторых фокусов из этого набора. Продолжение следует... Продолжение следует... Этот набор фокусов ты сможешь приобрести по ссылке в описании. Кстати, этот набор я не планирую демонстрировать, но вот разыграть его среди своих подписчиков, это прямо с удовольствием. Поэтому оставляй свой любой комментарий, набирая под ним максимальное количество лайков, и в конце января я подведу итог, и выберу самый популярный комментарий, и отправлю автору этот набор. Но только по России, за границей не смогу отправить, потому что это сейчас очень сложно. Вот. Ну и вообще, если тебе нравится такой формат видеороликов, обязательно поставь свой лайк, напиши свой комментарий, хочешь ли ты больше такого формата обзоров, реквизитов и тому подобного. Вот. И будем создавать вместе волшебный контент. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. С вами был Макс.